Добрый день, друзья мои зрители! С вами доктор Константин И мы уже неоднократно читали лекции о точке IG6 Янлау И о состоянии меридиана тонкого кишечника Всегда просим вас обращать на это внимание Потому что многие люди не задумываются, что данный меридиан Кто-то скажет, что тонкий кишечник, как это может контролировать глаза? Пожалуйста, внутренний канал Как он соединяется, обменяется с энергиями чудесных меридианов И меридианом мочевого пузыря Точно так же здесь идет обмен с меридианом желчного пузыря Который точно так же контролирует зрение И не только Здесь можно 100% уверенность искать Здесь идет обмен еще с меридианом сердца внутренним И с меридианом печени Вот, пожалуйста, со сколькими меридианами Что есть внутренний обмен энергии тонкого кишечника И наша сегодня тема лекции Усталое зрение Частенько люди жалуются на это Мы уже неоднократно, простите, читали лекции Я еще раз повторюсь О том, что данная точка Очень широко используется при нормализации зрения Поэтому, пожалуйста, недооцените эту точку Она находится в легком, доступном массажном месте Вы можете легко ее промассажировать Но они злоупотребляют точкой Почему? Первое Частенько люди злоупотребляют Чтением книг Сейчас это электронных книг Сейчас все в смартфонах В андроидах Сейчас все работают за мониторами За компьютерами Сейчас все перенапрягают свое зрение Ну, ладно, перенапрягают Но вы же научитесь расслабляться Восстанавливать свое зрение Нет Люди не хотят этого Они ищут причину Они хотят таблетку Скушал и все Чтобы зрение наладилось Нет, уважаемые зрители Помните Человек должен научиться контролировать себя И контролировать что? Свое зрение Чтобы не истощить его И помните Больше 80% человек принимает энергетику То есть не энергетику А информацию Благодаря зрению Поэтому, может быть, достаточно Принимать эту информацию Может, нужно где-то остановиться Вот и все Ну и, конечно же, возрастные изменения Что за собой влекут Частенько у человека устает зрение И контролировать его Становится с возрастными изменениями Все хуже, хуже и хуже Либо труднее, труднее, труднее Представляете, человек так и так не мог контролировать Так вообще не Но это то, что нам говорит западная медицина Мы согласны с западной медициной Потому что люди Неразумно используют свою энергетику Как физическую А о тонкой вообще не говорит никто Ну и состояние меридианов Это тоже важный аспект Прежде всего острота зрения Это состояние органа поджелудочной железы В тонусе содержимое поджелудочное железо Всегда Помните, она относится к элементу земли Потому что, если вы на земле Стоите неуверенно, то поджелудочное будет неуверенно работать Сами подзадумайте слово Стоит неуверенно Образование неуверенное Не надо думать, что вы там высшее образование получили Уже все Нет, нет, нет Человек учится всю жизнь Либо принимает информацию всю жизнь На благо свое Вот так Ну и конечно состояние меридианов Смотрим меридиан тонкого кишечника Здесь мы сказали меридиан печени желчного пузыря Меридиан желудка толстого кишечника Здесь меридиан сердца внутренний В каком состоянии меридиан тройного погревателя В каком состоянии Поэтому диагностика 12 меридианов Если человек замечает, что устает зрение Ему тяжело восстановить Диагностика 12 меридианов Обязательно и точка И те меридианы, которые слабые, вялые Тонизируются, активизируются Восстанавливаются и содержатся в норме Те, которые воспаленные Наоборот, расслабляются Ну традиционно же мы должны сказать Что люди, которые боятся воздействовать на точки Говорят, ну вот, мол, вы говорите, что диагностика Как же нам Я же боюсь как бы намассажировать точку А вы не бойтесь Главное, не злоупотребляйте точкой Главное, агрессивно не массажируйте ее Не задавайте такой сумасшедший ритм И правую точку IG6 Ян Лао Мы тонизируем Левую расслабляем На следующий день должны Сделать все наоборот И помнить, что массажные движения с точками Нужно, либо манипуляции Нужно проводить строго в утреннее время Почему в утреннее время? Как день начнешь, так его и проживешь Спасибо за внимание